Это программа «День с толком» В студии Елена Кузновкина. Здравствуйте. Вот о чем мы расскажем вам сегодня. Число заболевших коронавирусом в Алтайском крае, по последним данным, выросло в полтора раза. Сейчас зараженных 86. В Барнауле за выходные количество инфицированных возросло до 49 человек. Инфекция добралась до Змеиногорска, Камня-на-Аби и Крутихинского района. Там теперь по три случая заражения. В Павловском, Поспелихинском и Локтевском районах по пять человек. В Бийске, Первомайском и Советском районах по двое. В Рубцовском по-прежнему четыре. Все заболевшие коронавирусом находятся на лечении в трех медучреждениях Барнаула. Это 5-я и 11-я горбольницы. А также Алтайский краевой клинический центр охраны материнства и детства. Среди зараженных 11 детей. В Камня-на-Аби также планируют открыть центр для борьбы с инфекцией. Кстати, в Барнауле уже практически неделю проводят платные тесты на коронавирус. Правда, пока это делают только в одной клинике. Подробнее об этом расскажет моя коллега Ирина Корчагина. Она сейчас со мной в студии. Ей слово. По официальной информации, в Алтайском крае нет дефицита тестов на коронавирус. Но многие жители региона с симптомами ОРВИ жалуются, что им отказывают в проведении теста. Температура, кашель и боль в горле не всегда являются показанием для тестирования. Об этом рассказывают пользователи соцсетей. С этим столкнулись и мои знакомые. Если человек в последнее время не выезжал за границу и не контактировал с зараженными, ему будет сложнее провериться на COVID-19. Так что появление платного тестирования, возможно, могло бы решить проблему диагностики. И здесь мы натыкаемся на парадокс. Вам будет отказано и в платном тестировании, если у вас есть клинические симптомы коронавируса. Возникает вопрос, для кого тогда эти тесты? Для бессимптомных больных или для паникеров? Платные тесты начали проводить еще пару недель назад в Москве, Подмосковье и Санкт-Петербурге. В Барнауле 15 апреля о тестировании на коронавирус заявила клиника ДНК о диагностике. Еще три клиники – Хелми, Галатея и Здоровье – ждут поставки тест-систем. Анализ проводят по предварительной записи. При себе необходимо иметь паспорт. Мазок по классике берут изо рта и носа. Результат вы узнаете через пару дней. Его отправят на электронную почту. Кстати, сдать анализ анонимно невозможно. В случае положительного результата клиника будет вынуждена передать данные в Роспотребнадзор. Всего же в крае на коронавирусные инфекции уже обследовали около 14 тысяч человек. Две клиники ждут поставки новых, которые были зарегистрированы 10 апреля. Это есть системы для проведения ИФА-исследований на напряженность иммунитета. Мы решили спросить, как к платному тестированию относятся жители города. Готовы ли они вообще платить 1200 рублей за этот тест? А вы догадаетесь, в вашем вопросе кроется ответ в этом. Понимаете? Потому что он платный. Я считаю, должны вот эти тесты делать все-таки как-то бесплатно. Во всяком случае, для моих имущих людей. И те, которые не работают, которые остались дома и зарплату им не дают. Он вообще коронавирус несправедливый. Нет его. Обычный сезонный вирус гриппа. Два раза в год. Каждый год. Все. Спасибо. То есть вы бы не стали платно тестироваться? Ни в коем разе. Я и бесплатно не согласен. Сдавать анализ или нет – дело каждого. Однако лишний выход из дома, тем более в клинику, а в одной из которых, кстати, заразились четыре врача, противоречат главной рекомендации – находиться дома и по минимуму контактировать с другими людьми. Находиться дома. К сожалению, этой рекомендацией придерживаются далеко не все барнаульцы. К тому же погода шепчет, так и манит бросить все и отправиться на природу. Вопреки всем запретам. Как бы властям не хотелось, горожане дома не сидят. Во всяком случае, мы в этом убедились во время небольшого рейда. Первые, на ком отразилась весенняя пандемия – шашлычники, любители пассивного отдыха и вкусного мяса. Завать реки Опь, то здесь, то там домит мангалом. Наша камера гурманов не пугает, говорят, и так стараются сидеть дома. Мы соблюдаем максимально самоизоляцию, но сегодня как бы праздник, вот мы ото всех живем этой семьей, поэтому соблюдаем расстояние, выехали специально за город. Ну, я надеюсь, что люди, которые подвержены, они сидят дома, не мешают другим жить. Ну, видите, подальше от остальных так в целом. Ну, неделю первую думала, что это все правда. Сейчас люди живут обычной жизнью, поэтому я не считаю это правдой. Потому что в четырех стенах, это, можно сказать, мы еще больше заразимся, чем мы на воздух выезжаем. Простая наивность. Если суждено заразиться, то заразимся. И таких судьбоносно инфицированных с каждым в нем все больше. Индекс самоизоляции в воскресенье был 0,3, это значит, что самоизоляции, считай, и не было. Для сравнения. Максимальное значение, когда все сидят по домам – 5. Сегодня уже 1,8. А в том же соседе-миллионнике Новосибирске индекс чуть меньше, но и людей там больше. И такая безответственность даже в соблюдении дистанции повышает риск, в том числе и для самих нарушителей. Но если за городом людно, в городе, например, на крупных спортивных площадках у школ, посетителей немного. Ну, если все, кто обычно гуляет здесь, не за городом. Но что же ждет тех, кто нарушает самоизоляцию? Они попадут по статью о несоблюдении правил при ЧС или угрозе ее возникновения. К России все еще применим последний пункт, а значит, за нарушение заплатят. Я могу сказать, что на сегодняшний день к административной ответственности привлечено два жителя города Барнаула. Решение о привлечении к административной ответственности, в результате которой гражданам, нарушивших административный кодекс, вынесены штрафы 15 тысяч рублей, принято судом индустриального района. В настоящее время сотрудниками полиции направлены в судебные инстанции материалы еще в отношении 13 граждан. Строгие меры ответственности для нарушителей обязательной самоизоляции, туристов или зараженных инфекцией. Но сотрудники вправе останавливать и всех гуляющих по улицам, чтобы проверить по документам, не являетесь ли вы туристом или инфицированным. Для более тщательного контроля нарядов полиции уже стало больше. В МВД рекомендуют оставаться дома. В конце концов, это в ваших интересах. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком. От активности жителей Алтайского края и других соседних регионов уже пытаются защититься в Горном Алтае. Местные власти усилили пропускной режим на границе. Помогает ли усиленный кордон и как живет соседний регион? узнавала Валентина Аскерова. Мы приближаемся к республике Алтай. И до сих пор непонятно, остановят ли нас попросить документы или мы спокойно пересечем границу. Граница позади. И первое, что мы видим, недолгожданные горы. Сотрудник АДПС-инспектор спрашивает цель визита и просит показать документы. Сейчас снимаете. Мы с телевидением. Да, ближайшая база. Всего доброго. Горно-Алтайский пост ГАИ. Здесь каждая машина, которая пересекает границу, ее останавливают, проверяют документы. И только тогда уже она пересекает границу и проезжает в республику. Улицы Маймы полупустыни. То, что туристов. Местных почти нет. Изредка встречаются торговцы. Многие мои знакомые перед поездкой в Горно-Алтай меня предупредили, что здесь местные жители настолько напуганы, что бросаются с вилами. Ничего подобного. Все здесь спокойно. Жизнь течет размеренно. Все так же торгуют продуктами. Ничего здесь не изменилось. Единственное, что стало меньше туристов. Вообще, алтайцы гораздо оптимистичнее, чем мы воспринимаем коронавирусы философски. Ну, как бы все равно, чему быть, тому и не миновать. Если суждено человеку умереть, ну, лично мое мнение, не от вируса, так машина совьет. Я выкинул телевизор, не знаю, что это такое. Самое избавление от коронавируса, выкиньте телевизор, и все. И не будете болеть коронавирусом. Ешьте колбу, вот, ребята. Колба, витамины, это подымает иммунитет. Торс-сырье возим от коронавируса. Как говорится, заквашиваем это, антисептик, все это делаем. И никто не подходит, никто не здоровается. Недолюбливаете теперь туристов? Да почему? Они деньги нам везут. Кто их не любит-то? Весь алтай живет на их деньгах. Туристы могли бы привезти деньги и даже хотели бы. Да остановиться негде. 27 марта все турбазы Горного облетела бумага о временном закрытии баз отдыха. Своеобразная похоронка в войне вируса с бизнесом. Ну вот, одна из турбаз Горного Алтая. Здесь нет никого, ни туристов, ни хозяев, ни администраторов. База пустует. Пустые карманы владельцев баз. Любовь Замятина рассказывает, что за два месяца простою потеряет десятки миллионов. Сейчас женщина оформляет кредит, чтобы выплатить зарплату сотрудникам и спасти 20-летний бизнес. То есть до того дошло, что уже приходится зарплату кредитами оплачивать. Конечно, все настолько преувеличено и можно было бы работать. И как-то на самом деле можно было принять все меры по профилактике. То есть соблюдая, мы бы могли соблюдать. То есть людей там даже, ну, мерить температуру, были готовы там постоянно дезинфекцию делать. Пусть бы не работало кафе, мы бы на вынос делали продукты. А предприниматель Александр Зотин часть своего бизнеса уже продает, чтобы вернуть туристам деньги за сорванный отдых. Продаю первое, чтобы сделать возвраты и облегчить себе кредитную нагрузку, потому что я не смогу обслуживать. То есть если не дадут работать часть даже лета, если потом будет вторая волна, и мы снова уйдем просто без всякой подушки финансовой безопасности в зиму. Вот мы не сможем прокормить персонал, мы не сможем обслуживать долги, мы не сможем строиться. Пандемия ударила и по магазинам. Клиентов ждут часами. Туристов нет, получается. Ну, конечно, в убытке не все. Прибыли меньше стало. Намного? Соответственно, ну, значительно, да. Федеральные власти поясняют, что малым и средним предприятиям окажут поддержку в размере 12 тысяч в месяц на одного сотрудника. Кроме того, решается вопрос о предоставлении субсидий на возмещение процентов по кредитам, выданных на строительство баз. А к туристам обращаются отдельно. До 1 июня 2020 года закрыты все туристические базы, отели, не работают рестораны и кафе. В связи с чем туристам просто нечем себя будет занять. Поэтому в целях ускорения открытия туристического сезона убедительная просьба ко всем гостям и жителям республики Алтай отказаться от путешествий, переездов, беречь себя и своих родных и оставаться дома. Но если ваш путь лежит через горную территорию и без ночевки никак не обойтись, то советуем делать это по всем правилам. Конечно, отдыхайте таким образом. Лучше всего, когда закончится режим самоизоляции. Но если вы все-таки забрели в горный Алтай, то палаточный отдых сейчас самый оптимальный вариант. Валентина Аскерова, Илья Халяпин. День с толком. К другим темам школьники не будут писать всероссийские проверочные работы весной. Итоговые контрольные перенесли на осень. Из-за пандемии ученики четвертых-восьмых классов начнут новый учебный год с проверки остаточных знаний. Результаты проверочных работ не влияют на перевод в следующий класс. Такой мониторинг нужен, чтобы зафиксировать образовательные пробелы. Десятые и одиннадцатые классы уже написали ВПР в марте. Ученики девятых классов в конце учебного года сдадут основные государственные экзамены только по русскому языку и математике. Выпускники одиннадцатых классов, по предварительным данным, начнут сдавать ЕГЭ 8 июня. Для каждого своя Пасха-2020 прошла в тесных семейных кругах по предписанию Роспотребнадзора. Так могло бы быть в идеале. А вот как на самом деле отмечали светлый праздник, расскажет Никита Ермаков. Пасха-2020 уже вошла в историю. По указу Роспотребнадзора церковные службы в этом году прошли без участия прихожан. Ситуацию спасают трансляции из Храма Христа Спасителя в Москве и других церквей страны. А это кадры с Барнаула. Вечер накануне Пасхи. Служба прошла на улице при большом скоплении людей. Тем не менее, верующие к храмам шли за традиционными обрядами. Внутри не запускают. Вот здесь на улице стоят столы, можно принести яйца, куличи, их осветят. То есть народу очень мало, как видите, полтора метра соблюдаются свободно. Ну как нельзя, как нельзя, не запретишь же. Церковь-то закрыта, кстати, и ни один храм у нас, вот здесь храмовый комплекс, все закрыто. Так что, ну а так люди приходят, тем более сегодня Пасха. Где большое скопление, туда не подходили. Если подходили, вот освещать, маски одевали, у нас есть с собой маски. А сейчас мы отдельно стоим. Ну а как Пасха без церкви? А не карантин, извините. Еще одно место силы – Иоанна Притеченская архиерейская подворья в Сорочем лагу. Но желающих восполнить силы немного, спокойно и тихо. Возможно, из-за карантина, правда, сами верующие в силу коронавируса не верят. Я считаю, что если, ну так случится, что там кто-то из нас заболеет там или еще, ну значит, так и должно случиться. Зачем? Зачем, грубо говоря, я не знаю, там, себя обезопасить ото всех. Так, вы знаете, история про мужчину, который там всю жизнь боялся воды так же, не ходил купаться никуда, а потом захлебнулся от той же чайной ложки. Знаете что, ребята, это все фигня. Не надо тут изображать себя вот это вот. Скрывают в политике что-то, а мы тут должны страдать. Тут жизнь, весна, свобода. А вы нас в маске надели и дома посадили. Ну, как мне бабушка сказала, ну расстреляйте нас еще. Мы же не подходите, а мы же своей семьей. В любом случае, мы живем в одной квартире, если кто-то один заразится, мы заразимся. Поэтому близко к другим людям мы не подходим. В тесном кругу семьи дома праздновали Пасху те, кто понимает всю серьезность пандемии. Среди таких и сами священнослужители. Этот день они посвятили общению с родными, объясняя, что значит великий праздник. А что такое Пасха? Это такой праздник, когда Бога распяли на кресте. И в третий день Он воскрес. Это называется Пасха. Молятся, убираются, готовятся, надевают красивую одежду. От посиделок дома хуже не станет. Сейчас, как никогда, необходимо обезопасить себя и своих близких в период пандемии. И подобные запреты не помеха ни здоровью, ни вере. Даже наоборот. Как сказал патриарх Кирилл, верующий – все одна большая семья. И духовно все рядом. Несмотря на разделяющее физическое пространство. Никита Ермаков, Алексей Фрезин. День с толком. На этом у меня все. Через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». Оставайтесь дома, но будьте с нами.